Всем привет! Это Асакуса Систерс и мы начинаем цикл биографии известных воительниц и женщин, оставивших свой след в военной истории Японии. Этот выпуск будет посвящен двум выдающимся фехтовальщицам эпохи Эда – Сасаки Руи и Накадзави Като. Поехали! Сасаки Руи была японской фехтовальщицей, воительницей и мастером кандзюцу в ранний период Эда. Она была известна как фехтовальщица в мужской одежде. Отец Сасаки был членом клана мастеров кандзюцу и был очень сведущ в боевых искусствах. Поскольку у Руи не было братьев и попытки ее выдать замуж закончились разводом, после смерти отца от болезни имя клана Сасаки исчезло, так как семейный статус передавался только по мужской линии. Не слишком расстроенной этим фактом, Руи стала Ронином и отправилась в Эда, где сняла дом в современном районе Асакуса и начала преподавать боевые искусства. В то же время Руи стала известна своей необычной одеждой. Она выходила из дома в черном шелковом хаоре из скрепа, украшенном фамильным гербом Сасаки. В ее прической были просто собранные волосы, а при себе она везде носила длинные короткие самурайские мечи. В то время хулиганы, известные как Кабу Кимано или Хатамото Явко, свирепствовали Ведом, и Руи начала борьбу с бандой Шируэ среди других групп. Во время уличных баталий она успела побиться со многими известными преступниками того периода. Приблизительно в 1650 году ее известность стала настолько велика Веда, что она была вызвана в городскую управу, где ее обвинили в поведении недостойном дочери самурая. В вину ей вменяли, что она была незамужней, жила одна, носила мужскую одежду, а также вступала в поединки с преступниками. Руи говорила, что просто хотела сохранить самурайское наследие своего клана. Однако, чтобы сохранить жизнь, ее обязали выйти замуж. При этом дело передали на поруки старейшин, которые в ближайшие сроки должны были найти для нее самурая, которого бы согласилась взять мужья сама Руи. Руи, которой не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться, взяла в мужья второго сына вассала клана Дои Касуги Сэнсэймона Касуги Конушикона. Таким образом, ей удалось возродить имя своего клана, передав его своему мужу. Однако, чем она занималась после и где жила, неизвестно. Так же, как и ее возраст на момент смерти и дата самой смерти. Однако, ее образ нашел отражение в японской литературе. Наказава Като была одним из ярких примеров японской фехтовальщицы и воительницы. Она воевала вместе с Рощегуми, отрядом ронинов, в Шинсенгуми, войска Сегунато-Токугава, а позднее присоединилась к Шинтёгуми. Так же она работала в качестве агента Сегунато-Токугавы в войне Бачин. Като с детства была очень талантлива в боевых искусствах, особенно в Кэндюцу. В 1863 году она, переодевшись мужчиной, отправилась в Киото вслед за своим братом Садамасой, который был членом группы Рощегуми. Ростом 170 см она была высока для японской женщины того времени, поэтому ее приняли за мужчину, когда она отчитывалась перед офицерами Сегунатов Киото. Она воевала в группе защитников Киото во в главе с Киакавой Хачиро. Исторические записи показывают, что во время войны Бачин Накадзава Като защищала Сегунат от нападения кланов Сацума и Оги в Эда в 1868 году. После этих атак она и ее брат участвовали в битве в Приху Куэцу. Во время этой битвы Накадзава Като, окруженная дюжиной вражеских самураев, прорвала окружение, защищаясь своей катаной, а затем давя атакующих. В то время как Накадзава Като работала членом Щинчо Гуми, она всегда одевалась как мужчина, даже после того, как офицеры узнали ее настоящую личность. Говорят, что помимо того, что она была великой фехтовальщицей, она также обладала исключительной красотой, которая производила впечатление на многих людей. В сказке, написанной о ней, говорится, когда Като одевается как мужчина, многие женщины влюбляются в нее, когда Като одевается как женщина, многие мужчины влюбляются в нее также. Като гордилась своими боевыми навыками и решила, что выйдет замуж только за того мужчину, который будет сильнее ее. Однако, видимо, ни один живой мужчина не смог победить ее на дуэли, и поэтому она всю жизнь оставалась одна. Боительница умерла 12 октября 1927 года. Ее могила находится в районе Тоне, Гунма, где она родилась. Многие люди по сей день посещают ее. На этом все. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, а также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами были Асакус и Систерс. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok